Здравствуйте мои дорогие зрители! Вот эту книжку очень интересную в 2000 году я купил, когда работал на одном военном предприятии, можно сказать под крышей ФСБ в отделе по защите информации. Книжка это 2000 года, вот видите из моей личной библиотеки, то есть издание 2000 года подписано к печати еще на годик полтора раньше и по очень важным тогда вещам как защита информации компьютерного алгоритма. Ну я как человек знакомый с криптографией с 90-х годов, когда еще служу пограничником, я как бы в теме был. Эта книжка прочитана, изучена, досконально там что-то пыталась внедряться. Вот она система свифт описывается, всеми сейчас известная. Рассуждаю я не как дилетант, а как человек знающий эти технологии и математические, и теоретические, с большим практическим стажем. О чем? А вот сейчас вы увидите. Ну а человеку сталкивающемуся профессионально, с криптографией это даже понятно, а у хомячков это вызывает рвотный ресурс, ну у хомячков мозгов нет, поэтому иронию они не воспринимают до существования. То есть тонкую насмешку выражены в скрытой форме, поэтому вопросов куда ж такие бешеные мощности уходят, неужели на подсчет там транкетизации, да ну про систему свифт я показал, книжка 2000 года, то есть там это уже алгоритмы описаны. Неужели так люди тупы, да, что за 14-15 лет алгоритм типа не усложнился и обсчитывают все то же самое. Итак, 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 итак. Никто из спекулянтов не задумывается над такими вещами, что будет с криптой, если кто-то запустит квантовый компьютер, то есть компьютер который может несколько миллиардов раз быстрее работать. Соответственно, он может просто либо больше вычислений производить, либо вскрыть всю эту сеть. На вопрос, что технология для публики явно тормозится, особенно цифровый ответ стандартный, фигня, чушь, это не выгодная корпорация. Второе, государство якобы не в доле биткейновской разводки, да, либо делают это как-то показушно, вяло, ну как бы прям такие показы, а не эффективность, хотя, сами понимаете, что государство с его ресурсами это достаточно солидная контора. Спецслужбы закрывают глаза там и так далее. Стандартная отговорка, ну типа теория заговора и такое. Хотя инсайдеры мы знаем с сайта David Wilkert про космос, кто особо тупой может посмотреть сериал про пространству. Это практически рассказывает про современный космос, этот сериал. Ну так я намекнул, даже, скажем так, не совсем современное, которое он лет 20 назад был. Скажут, то есть там про орбиту Юпитера, про Калиста и так далее. Скажут, нет, у нас вот такая техника, мы еще на нефти ездим. Ну, конечно. Кому-то нефть, а кому-то нет. Биткоин изначально расцвел в Даркнете. Кто не лазил в Даркнете, ну советую, загляните как-нибудь. Удивитесь, что это за сеть. Я лазил, как бы. Да, вообще, крайне интересно. Ну, в Ютубе, кстати, ролики есть. Вот график, пожалуйста, роста курса. То есть это как вообще? Такое возможно, да? Сейчас одна биткоинтеронкотизация потребляет, как семья, за неделю. То есть, ну, 500-600 рублей, это, грубо говоря, минимум. Что будет дальше? А, ребят, нехило так она съедает, да? То есть, перевести там куда-то. Дальше, это вот автор спрашивает. Основной, как шизотерика, меня интересует, какого рода задачи решаются при производстве крипты. Неужели все вычислительные мощности тратятся в холостую, да? То есть, в тепло перевели это все, биты в байты, а электричество в тепло и все. Почему никому не приходит в голову, что информация про мир, а не деньги, да? Что можно просчитать? Ну, то есть, как бы вопросы понятные. Еще раз вот показываю адрес статьи. Можете набрать, но я ее, наверное, приложу к фильму, как бы, а ответ немногословный. В общем, рекомендую, вот, покопаться. Суть такая, что вирус уже здесь. А вас используют, как, хе-хе, вот еще одна статейка. Так, а нет, это другая, антихристов, но тут нет. Нет, нет, нет. Самые прикольщики, вот, ребята, которые сделали язускаины, да? Грехи отмаливаясь с помощью. И эта валюта уже по росту обогнала много что. Так, ну, тут, прости, вот, 83-я. Да, вот, криптовалютный вирус. То есть, суть какая, что использует вас, как мартышек или как аборигенов, когда нужная вещь, то бишь, именно эти вычисления, что стоит денег, мощностей, у вас берут за простота, как платят вам, ну, вообще за другое, да? Ну, то есть, фокус. Идет обманка. Гигабайты в секунду, мегакомплексных процессных вычисления просто исчезает в правой бездне. Нет, ребятки, ничего просто не бывает. И в эфирных технологиях ничего простого нет. Нет, и здесь, тем более, то есть, пока вас в глазах горят вот эти вот мегакой фермы и прочее, пока лохи жирненькие, мы вроде нового поколения вам рассказывают, что они живут в Германии засирая висит рекламой. Вы остаетесь индейцами, которых, ну, пока разводят на бусы, а потом будут просто уже по-другому дрюкать. Ну, не бордели, лишь подпольные этим всем содержать, вы сами понимаете. То есть, тут вопрос идет о противостоянии другим цивилизациям, причем даже, может быть, вне нашей Вселенной. Вот так вот, с точки зрения пчелы, она только пасе, живет своей жизнью и только пасечник знает, что мед на самом деле она собирает для него, потому что масштаб мышления. Ну, и к вопросу о том, что то, что делаю я по части звука, в некотором роде позволяет масштаб мышления расшарить. То есть, все эти приблуды звездочки Кунаширского, вся эта эфирная торсионная технология в звуке, то есть, позволяет иметь биовозможность вот это охватывать, ускорять мышление и понимать, о чем, собственно, говорится. Спасибо за внимание, не надо только мне сюда всяких ругательных писать, комментариях, потому что они будут просто без разговоров, матерные, ругательные, удаляться, их создатели банятся. И, в конце концов, вот форум, то есть, все вопросы туда, я всего лишь констатирую то, что происходит вот с человечеством, с землей, в мире и показываю интересные, на мой взгляд, вещи, сюжеты.